Евгений Быков Сегодня у нас концерт необычный, Евгений Николаевич пришел с педалькой. Я спрячусь, смущает тебя, я уберу. Нет, она просто приковывает мое внимание. Мы спорили, что это педаль газа, а он сказал, что это педаль тормоза. Под левой же ногой, видимо, у кого как. Нет, у меня автоматическая коробка, поэтому... Слушай, а вот в праворульных машинах там как, когда водитель справа сидит? А вот надо спросить, я никогда не задавался этим вопросом. Есть ли там вообще педаль тормоза? Нет, судя по всему так же есть. Вот и диспут возник, вот и началось, да? Ну ладно, самые разные песни сегодня будут вам пропетые, вами прослушанные. Даже будут примеры песни здесь, в Политехническом музее. Одна песня будет исполнена впервые. Вот для нас Сергея Николаевича это будет второе ее пропевание. Но об этом чуть позже. А начнем, ну ничего. Начнем с песни, которая давно уже является первой песней в нашем репертуаре. Старый дом. 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 В этот дом Ночь полночь, а в окнах звёзды сигаретные Соколятам и орлятам не даст она Лезут в голову вопросы безответные Расстравила душу чёртова луна Загудела голова пустая звонница За окошком дождь не старый моросик То ли где-то тихо капает бессонница То ли боют незаведённые часы Отсюда мы возили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехав сюда Поехали с ореха, скакали с калачами Бултых и в ямку канули годы и года Бултых и в ямку канули и годы и года У нас летучка, что я забыл Каподастер Да ладно, это песню споем Во втором отделении тогда, когда возьмут Песень что, нет Первая деление было 25 минут, стало 22 минуты, и что там? Чего тянуть так? Сразу раз, в сжатом виде, конечно, ну, что же. Слово на вес золота. В филармонии когда-то. 22 минуты золота. Я, Лёня, хотел сказать фразу, можно теперь же? Пожалуйста. Я работал в филармонии, спасибо. А в какой ты филармонии работал? Скажи. Работал во многих филармониях. Ага, да. От Свердловской до Алма-Атинской. Эх, тебя покидало-то. Да, да. Так вот, у меня был один наш администратор, Валера Топко себе хорошо запомнила. Он говорит, ну, вы не переживайте, что концерт с опоздания начался. Закончим мы его вовремя. Еще хороший приз, кто-то был, у Лёны Васильевича Измайлова, когда начала концерт, говорил, сегодняшний концерт благотворительный, все деньги собранные за этот концерт идут в фонд семьям выступающих. Топфонарации. Так реагировал так. Некоторые купюры прислали на сцену вообще. Но это уже не жанр авторской песни, это попса, галимая там. Да? Ну, хорошо. Я тебе отвечаю. Ну, давай танцевальной музыке подпадим немножко. А у нас не дискотека. О, это была гениальная история. В какой город приехали, я уже не помню, давно это было. Выходим на сцену, микрофоны проверяют. На сцене стоит один микрофон. Вот такой вот стоит. Посмотрите, огромная сцена, стоит один микрофон на стойке, и все. И стоит, значит, звукооператор по совместительству председателя местного КСП, клуба основательной песни. Я говорю, да у нас-то вообще-то двое. Он говорит, да ничего. Вы его подальше поставьте, и все. Я говорю, а как? Он говорит, вот так вот наклоните его, чтобы он здесь был. Да и голос будет захватывать, и гитару. Я удивился, я говорю, ну не слышно же вы этого. Он говорит, так мы же не на дискотеке. Мы типа сердцем поем. Экрумент. Да, ничего и не скажешь. Это опять же вот реплика от Валеры Топко-Сева. Ну, давайте, продолжайте уже побыстрее. Я вас, Анна, с зрителем, говорит, а я вас сегодня пораньше отпущу. Пораньше отпущу. Ну, давай дальше ударимся в танцы. Это песня, которая называется «Кадриль». Потому как даже название не надо было придумывать. Само как-то пришло, вот этот музыкальный ритм лег. Вот, кадриль. Травы метаносы, ветер шире велит. Дядь Ксизоносы на земле лежит. А теплый ветер с юга, далеко гроза. Бегают по кругу-кругу красные глаза. Глянет влево, вау, лучше б не смотрел. Поглядит направо, тоже беспредел. И пока не поздно, а в небе созрачок. А по небу звезды, звезды, два, поля, пучок. А по небу спутник, молния один. Сам себе попутчик, сам себе один. А как душа хотела с путником парить. Да не готова тело, тело, душу отпустить. Не печалься, дядька, дрыхни до утра. Ведь поутру глядька, хуже, чем вчера. А не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного-много, отдохнешь и ты. Травы стеблигнуты, ветер шевелит. Спутник шизанутый по небу влетит. А внизу вольготно, мухой на стекле. Батюшка, народ, народ, на матушке земле. А внизу вольготно, а мухой на стекле. Батюшка, народ, народ, на матушке земле. Правда, песня предназначена для хорового ее исполнения, да? После третьей, ай, как хорошо идет, ритм такой, ну, кадриль, это же наше все, понимаете. После третьей чуть помедленнее всегда она у нас идет, помягче, понежнее. Вот продолжая такую энергетическую наполненность именно такого плана песен, песня, которую я когда сочинил, принес, показал Евгений Николаевич, он сказал загадочную фразу, он сказал, наконец-то ты написал нормальную нашу КСПшную песню. Вот и тому, кто звонит, разъясните смысл этой фразы. Я ее не до конца понимаю до сих пор. Это к вопросу об ответственности автора перед самим собой. В себе. В себе. Да, не автохудожника. Художник. Об ответственности художника перед самим собой в себе. Так и назовем следующую рубрику там из одной песни. Равновесие не держит наш вагон, Слово напоявится, шатается в ночи, Только слышен опустевший тар и звон, Да в кармане тихо звякают ключи. Чуть повеньше, то от ящичка с письмом, Чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, А впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, разведу, Среду, победу, назад вернусь. Угасается окошечный пейзаж, С ним сливается губейный синий цвет. Это что же это такое, что за блашь, Чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года полостались трудно и не вдруг, И слова летели струнами звенья, А вдруг на этой строчке замкнется круг Этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, разве, Игру, среду, победу, Может вернуть. Отбивает время ложечкой стакан, И колесики квадратные стучат, И сгибает русло поезда река, Поворачивает пьяница назад, Снова поле разлинованным листом, Снова дым от сигарет до потолка, Где-то, где-то впереди закрытый дом, А где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, разве, Игру, среду, победу, Я не вернусь. Снова поле разлинованным листом, Снова дым от сигарет до потолка, Где-то, где-то впереди закрытый дом, А где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, разве, Игру, среду, победу, Я не вернусь. Значит, человек на 80% состоит из воды. Процентов может быть больше или меньше, но то, что он состоит из воды, это однозначно. Жизнь человеческая делится на блоки. Детство, отрочество, Юность, молодость, Зрелость, никому не нужная старость, И логическое завершение. Значит, это к чему? Что сейчас вы услышите песни, Песни практически те же, Но они и в каких-то новых сочетаниях Заплючены какие-то блоки по три песни. Например, вот песни о воде, Или песни, в словах которых очень много воды. Это уже сами, как говорится, Разбирайтесь в этом. Давай лучше песню споем. Нет, подожди, нет, начнем мы с дочи сарая. С дочи сарая. Да. Я думал, что мы закончим все-таки. Закончим бакер. Это же он мимо. Была история, как-то ехал еще, Еще в районе стадиона «Динамо» был аэровокзал, Садились там на автобус утром, Ехали в аэропорт. Вот еду как-то раннее-раннее утро, Часов в пять, Естественно, сплю, Просыпаюсь в один прекрасный момент, Смотрю в окно, Ничего не понимая, Созна, Огромные буквы. Бахчи-сарай. Думаю, аааа, Когда? С вечера нормально все было. Ну, чтобы так пройти, Контроль, сесть, прилететь, Бахчи-сарай где-то крайне близкий, То смотрю, Бахчи-сарай так, И ушел Бахчи-сарай. Потому что Москва-река уходила направо, Автобус шел прямо по набережной, Баржа, С надписью Бахчи-сарай. Ну, это такой вещий сон получился, да, И потом написалась эта песня. По Москва-реке идет Бахчи-сарай, По Москва-реке расходятся пусы, И мотор как заводной бухтит парад, Просыпайтесь, люди средней полосы, И мотор как заводной бухтит парад, Просыпайтесь, люди средней полосы, Отложите недовиденные сны, Лучше вспомните вчерашнее кино, Правда, там не догадались до весны, Ночь под пятницу прошла давным-давно, Правда, там не догадались до весны, Ночь под пятницу прошла давным-давно, Отворите окна в облачную ввысь, Там на белых, на экранах, облаках проплывают сны, Что в Филипе не сбылись, И несет Бахчи-сарай Москва-река, Проплывают сны, что в Филипе не сбылись, И несет Бахчи-сарай Москва-река, По Москва-реке идёт Бахчи-сарай, По Москва-реке расходятся кусы, И мотор как заводной бухтит парад, Просыпайтесь, люди средней полосы, И мотор как заводной бухтит парад, Просыпайтесь, люди средней полосы, Продолжает водянистую тему песня, Написанная при гульбе туда-сюда, На берегу по над Сааром и по над Мозелем, Место, где в Германии две эти славные речки впадают одна в другую. Причем гулял и увидел баржу, на которой было написано не Бахчи-сарай, Естественно, а Фатер Райн. И сразу так, Матушка Волга, Батюшка Рейн, Вот ты какой, хотя это Мозель, Саар, Мозельское вино, Саар-брюкинское пиво, Тоже способствует написанию этой песни. Впервые там же в Германии она была исполнена, И после концерта подошел совершенно такой ошарашенный человек наш, И, размазывая, так сказать, не выплаканный слез, Сказал, ух ты, я думал, такие песни пишутся только в России. Не только, сказал я ему скромно, и улетел домой. Старый Бахин на реке, Ночь уже невдалеке, Бахин зажигая горь, Баржа просит. Ты заснешь в своих волонах, Буду я плутать в потемах, Да не дай Бог на топляк ветер бросит. Ты заснешь в своих волонах, Буду я плутать в потемах, Да не дай Бог на топляк ветер бросит. Старый бакин, как часы, усмехается в осы И расчесывают их гребнем волны Как последний солнце луч не вернется из-за туч Вот тогда зажгу огонь свечкой полной Как последний солнце луч не вернется из-за туч Вот тогда зажгу огонь свечкой полной На реке огонь горит, на борже матрос стоит Я машу ему рукой, словно в детство И боржа прошла уже и спокойно на душе Бакин, не гаси огонь, дай покреться И боржа прошла уже и спокойно на душе Бакин, не гаси огонь, дай покреться А завершает этот цикл трехпесенной Песня, как я всегда ее позиционирую, глупая, но добрая Песня с немыслимо мощным эзотерическим зарядом Педалька газа извлекается Много-много-много лет назад, когда центр авторской песни Еще в Москве находился на старом месте, где-то на Павелецком Евгений Николаевич пришел туда с большой заплечной торбой В чем он шел крептя Торба навела ему холку И он испытывал определенное неудобство Когда я спросил, что это, он сказал И вынул оттуда педальку Но та педалька была, не такая педалька Она была цельно-сварная металлическая И кослинского литья Чугунная такая, знаете Она не складывалась, она вот так Килограммов, ну, наверное, 8-9 она весила Лидий Александрович, конечно, ну так Для художественного образа Немножко прибавляет вес 10 Ну что-то, в общем, в ней килограмма-полтора было Это, знаете, вещь серьезная В конце, когда выступление закончилось И он увлеченную ее взял Она выпала из рук И она в сцену ушла наполовину Доски просто там были такие Знаешь, я спросил, Николаевич, а зачем это тебе? Пришел человек в кабинет мороз А я купил ее тогда С одной простой мыслью Я взял вот этот ярлык Наименование изделия Там есть графа такая вот в этом ярлыке И там написано Наименование изделия Подставка для музыканта Солиднее так будет Подошел и выпил подставку из-под музыканта Музыкант заболтался на струне Ну ладно, в общем, песня исполняется Впервые с подставкой Впрочем, петь надо всем Это, еще раз говорю, мощный эзотерический посыл Если петь припев Зеленое небо, красные облака Больше краски не было у чудака Если практически уже народное То, знаете, очень много добрых дел сразу делается Болезни уходят Повышаются зарплаты бюджетникам Я так чувствую, здесь практически все На государственном обеспечении Те немногие, которые из Куршавеля сразу сюда Бизнес уходит в заоблачную высь И все становится на-на Давай назовем это На-на-подставка для на-на-музыканта Что-то модно так называют На-на-на-на-на-на-на-на-на, ребята Жить красивую прожить Вообще, предполагается, что вот в речи закналась просто ошибка Или я имею ввиду президента Что, ну, он... Не надо имен Кого называть нельзя Музей и так закрывают в 12-м году Вот, что там речь шла, что надо технологий Но просто кто-то редактор допустил наш речь И вот теперь мы пожинаем плоды Ладо еще не научили, а надо технологий Ну ладно. Итак, будем петь это посинение, чтобы хоть завтрашний день хорошо прошёл, понимаете. По волне небо солёное по речной, Пароходик, оплывающий с речной. Ой, как положена труба, над нею ты, Только ты слегка не движет, а над ним... Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. На песочке, не на сладком с Галечкой, Целовались мы украдкой с Галечкой. И зажмуривалась робкая луна, И тихонько освещала нам она. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Не, ну конечно, спасибо за старание, Но это не пение, это какая-то такая вялая подпольная мелодипломатия. Не бойтесь, мы здесь одни, Больше никого нет, все свои. Понимаете, у нас в режиме домашнего моления проявляется. От себя, в ноосферу, в ноосферу, чтоб всё содрогнулось, что за пределами находится. Ну действительно, понимаете, хоровое пение творит через сажу. А потом расскажем стих про хоровое пение. Небеса упали, стукнулись о крышу, Солнце закатило красные глаза, Птичек разметало так, что и не слышно, И, урча от страха, ухнула гроза. Лютик и ромашку сдуло в одночасье, Ощенилась сука, окатился кот. Три бутылки пива в дребезги, на счастье, Счастье оказалось где-то далеко. Рухнул щит с призывом «Шире, глубже, выше». Закричали дети, замолчал Кобзон, В радиусе жизни посрывало крыши. «Страшное, блин, дело пение в унисон». Поэтому зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Молодцы, зеленое небо, Вот это уж совсем другое дело. И закрепляем на листе, Не на кленовом, на пустом. Кто-то видит все, что забудется потом, Кто-то видит, что прошло, да не забылось. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Песня готовилась к 17 февраля, когда я пытался, хотел, надеялся открыть клуб «Лас Пегас», который, к счастью, я очень верю в это, с четвертого раза откроется, 23 апреля. «Лас Пегас», «Лас Пегас», «Лас Пегас», «Кому-то Пегас», ну, кому как, да, кто-то уже знает, что поем, едим, кто-то еще не знает, что приглашает ежемесячно гостей и актеров сюда. Ну, ладно, и вот песня написана была к 17 февраля, к 17 февраля произошло событие, которое, ну, я не знаю, вот кто-нибудь из вас поздравил Хэрис Филтон, хотел сказать, Хэрис Филтон с днём рождения. Нет? А я поздравил. Я нашел два адреса даже в интернете и пытался, чтобы люди писали открытки на чисто английском, русском языке. Ну, во всяком случае, я написал песню, которая называется «Открытое письмо Степановой Тамары». Пэрис, извините за выражение, Хэрис Хилтон. Ну, здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон, Пишу тебе из города Москва. У нас тут есть отец с названием Хилтон, У нас была гостиница Москва. Меня зовут Степанова Тамара, Учусь я третий год в девятом бы. Конечно, Пэрис, мы с тобой не пара, Поскольку группу я люблю любэ. Глеб Жеглов и Володя Шарапалов. Ах, Пэрис, 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 ты супер, ты улёт, Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мёд, Ты вкусная, как херес, без закуси за борта. Ах, Пэрис, Пэрис, Пэрис. Учусь, девчонки я мечта. Мне нравится, что где-то по приколу Летишь над миром ты во всей красе. Мы тут блеснули спирту в пепсиколу. Ты не поверишь, улетели все. Я пергидролем выкрасила волос, Я в профиль простоты не встать, не сесть. А голос, ну что ж сказать тебе про голос? Вообще-то у меня-то волос есть. Слушай. Глеб, шаглов и молодец, шарапа, о-о-о-о. Ах, Пырис, 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 ты супер-треулет, Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как вен, Ты вкусная, как херес, без закуси за бортом. Ах, Пырис, 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 Гламурная мечта. Я Ксению Собчак в упор не вижу, Ни по кускам, ни даже целиком. А на тебя, конечно же, пожиже, Хоть нос и зубы, то уж силикон. А мне пока что химии не надо, А я во сне живу, как наяву. Тебя бы к нам на Северный, за МКАДом, Ты вздохла сразу, А вот я живу. Ах, Пырис, 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 ты супер-треулет, Ты горькая, как перец, ты кислая, как вен, Ты вкусная, как херес, без закуси за бортом. Ах, Пырис, 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 Российская мечта. От нас, от нас, от нас, от нас. Вот. Вот. Ну, следующий блок, Если можно назвать блоком, Это песни, в названии которых встречается буква Ч. Почему, спросите вы меня, Такое название появилось? Не знаю, отвечу я вам честно. Ну, появилось и появилось. И начнем мы с песни, Которая носит гордое псевдопоэтическое название «Интенса» на букву Ч. Палка-палка, огуречек, С огуречек-человечек, Он стоит, поддернув в плечи, Но мы глядим в окно, И давно затихли речи, И давно погасли свечи, И таинственные предтечи Под стволом уже давно, Чтоб не выросли печали, Чтобы чарки не качали, Чтобы жены не ворчали, Пьем один лишь крепкий чай, И пока не укачали, Чаю в поисках причал, Где нечаянно скончалась, Чья-то чистая печаль, Запятая, точка, точка, Человечек на листочке, А под ним неровной строчкой, Хочешь ли, а хочешь нет, В результате в чахах били, Положили перец чили, И в итоге получили Переперченный агит, Что-то вырос в печали, Видно, чертилы качали, Что-то все мы подустали, И печалям нет конца, Хорохорились вначале, Пока вот все кричали, Все кого-то обличали, И остались без лица, Запятая, точка, палка, Стародавняя щитолка, Крест, бывшая качалка, Человечек под дождем, Вечер долг, век конечен, И таинственной предтече Всех забыл до новой встречи, До которой доживем. Не печальтесь и печалям, Беспечалям мы скучаем, И не часто вы встречались, Чтоб закончилась она, А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И приятно нас качаем, Нашей жизнью глубина, А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И печально нас качаем, Нашей жизнью глубина. Следующая песня тоже имеет, да, в названии Слово с буквой «Ч» Про этот город, про события, Которые в нем произойдет, Владимир Владимирович Познер Как-то сказал, что Эта Олимпиада потрясет весь мир. И знаете, я впервые за много лет ему поверил. По-моему, уже трясет, что ли. И с миром, я так, Не дай Бог, это. В общем, что-то грядет в 14-м году, Если отматывать сто лет назад, То началась как раз война в 1914. Не дай Бог, короче. Делай к Сочи. Короче к Сочи. Да, мы живем не очень, А очень и не надо. Картошка есть на грядке, А рыба есть в пруду. Но главное, что Сочи Сталинца Олимпиады, И всем нам будет счастье. В 14-м году Да, стала жизнь короче, Зато длинней ограда. И в списке самых-самых Мы после Катманду. Но главное, что Сочи Сталинца Олимпиады, И всем нам будет счастье. В 14-м году На это, между прочим, Нам дали миллиарды, Их врат все украли, Но нам еще найдут. И главное, что Сочи Сталинца Олимпиады, И всем нам будет счастье. В 14-м году Еще скажу вам точно, Что наши все награды Китайцам и американцам Их просто не дадут. Ведь это наше счастье Сталица Олимпиады, И всем нам будет Сочи. В 14-м году Пусть скептики пророчат Нам новые преграды, Поденья, повышения И прочь излети. Пойду мы сдюжим все, Ведь Сочи Сталица Олимпиады, И всем нам будет счастье В 14-м году И всем нам будет Сочи В 14-м году Я очень серьезно, Сердитая такая песня, Понимаете? Ну, что-то будет в 14-м году. Сердитая. Ну, нам всем кранты Придут гораздо раньше, А в 12-м. Я не имею в виду Выборы президента России. Нет. Я имею в виду Планеты, это как-то Анненке, Нэнке-менке. Что, неужели Из племени Майя Никого нет Сегодня здесь? На май билеты Забрали? Из племени Марта. В общем, она, видите, Она там раз в 528 тысяч Биллионов лет Приблизится, И все. А вы ехать не хотели. Кстати, между прочим, Однажды, когда я наблюдал За планетами, Сидя в 4 часа утра На балконе, Я болел тогда сильно, Просыпался от собственного кашля, И оказывается, Вышел на балкон. У меня ощущение, Что ты до сих пор нездоров. Антракт. Вы бы педальку подвинтили, А то что-то задирает у вас Там третья струна. Так вы тоже такой, Злые песни такие. Нет, слабый, конечно. Ну, ничего, ничего. Так, короче, болею я, Значит, как всегда. Обычное состояние, Агрегатное. Вот я тоже, Простите. Пограничная агрегатная? Да. На белые реагируют. Хорошо. Ну вот, и сижу, Тогда я еще курил, да. Три года уже я бежал, Ты по губной привычке. Между прочим. А некоторые не хлопают, Наверное, Коля. Бегите, бегите страстей своих. Да, грешно. Ну и вот, сижу, курю, Темное-темное небо такое, Четыре часа утра. Страшно, как сентябрь, по-моему. И одна звезда, Вот, вот как эта лампа. Ну, не такой яркости, конечно. Ну, я покурил, Зашел в комнату, Уже заряженный. Зажег свет, взял лист бумаги И записал без единой помарки То, что вы сейчас услышите. Постараюсь не запнуться. Потом, Оказывается, Что Земля, Луна находилась, Нет, Земля находилась в секстеле. Это астрономический термин. Ничего не могу. В секстеле Меркурия. И астролог и эзотерики Потом все мне объяснили. Конечно, все нормально. Сошел с ума. Но кратковременно. На одном из концертов Рассказываю эту историю. Приходит записка. Записка гениальная. Что Земля, Луна, Меркурий находится так близко к Солнцу, Что его не видно Невооруженным глазом Земли. Но раз в 30 лет Он отходит от Солнца. Его видно Два-три дня Примерно в той точке, Которой вы говорите. Я начинаю с собой гордиться. Кто видел Меркурию? Может и видел, Но вы же не знаете все Меркурию. Нужно сказать. Дальше записка продолжается еще лучше. Написано, что Галилео, Галилей и я Автор записки. Очень ждали этого момента. Сидели в обнимку Где-то под Псковом, Я так понимаю. Пили водку И смотрели на небо с Галилео. Но им не повезло. Ни Галилео, ни автору записки. А мне почему-то повезло. Товарищ автор. Я так понял, что он Кружок юного астроному ведет Для себя же. Следы слез видны были на записке. Потом я рассказываю эту историю. Еще на одном концерте приходит записка, Что это был на самом деле Не Меркурий, а Венера. И вы как человек с техническим образованием, Как всякий образованный человек, Должны бы вы эту мелочь знать. Я чувствую себя ущемленным. Потом некоторые люди встают за Меркурия. Некоторые делают демонстрации Венера. В Новосибирске прислали записку. Ну, каков автор, такова записка, наверное, Так о морально-нравственных качествах. Конечно, это был Меркурий, В нем было что-то венерическое. Забил гвоздь в проблему пока. Может, вы что скажете? Пока забил врач ножиков. Это псевдоним явный. Он написал, что при сильном кашле, При бронхите, катаре, Лопаются микрососудики в глазах, И очень часто на белом фоне Возникают темные пятна. Или на темном фоне белые пятна. Дальше врач ножиков желал здоровья. В общем, получалось, что мой надсадный кашель Вызвал к жизни Эти глюки, Исходя из которых, И получилась эта песня. Я не верю врачу ножиков. Я верю галерео-галилею. Юному астроному. Это был Меркурий. В сексте. Или, в общем, кто-то был в сексте Или кого-то, но Меркурий — это точно. Песня ночная. Почему она в этом блоке? Потому что чей. А когда затихают На конец города, Умастившись в ладонях своих площадей, В полусонной ночи Возникает звезда И глядит неотрывно На планету людей И тогда собираются Звуки земли От шуршания корней До дрожания цветов От шептания волны На прибрежной мели До молчания Несказанных Вовремя слов Собираются Звоны разбитых сердец Боль непонятых моль Стоны сладостных мук И шипенье металла, Который кузенец Превращает в булат Отпуская по тему Барабаны дождя В флейте тихой слезы И последнее Афр новогодних шаров Легкий треск Пролетевший куда-то грозы До протяжной лепенья Атынов ветров Вздохи царственных рыб Что волнуют пруды И хлопки парусов Кругосветных ладей Собираются звуки И летят до звезды Что глядит Неотрывно На планету людей В небесе путь далек Наступает рассвет Восходящее солнце Сжигает мосты И уж нет той звезды Да и был только свет Угадавшись сюда С неземной высоты И неявно волнуя Иные миры По вселенной Влуждают Негромкий клубок От весенней листов До осенней горы От молчания слов До биения строк Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Сергей Николаевич Мы приехали не с пустыми руками Вообще Такой один из самых наших радостных дней Нам, как говорится, Есть что дать людям Есть чем поделиться Женя буквально на днях Ну, неделя, да Неделя, где прошло меньше Выпустил в свет свой новый диск Который он делал Ай-ай-ай Много-много времени Просто скрупулезно До пылинки Как это умеет делать Евгений Николаевич Быков Он записал свой композиторский диск Он насочинял И не просто насочинял Он аранжировал Он записал И с музыкантами Свою музыку И это очень интересный диск Называется кино И сегодня он там Таится И ждет вас Серия будет Кино, вино и домино Вот это первый в серии Я бы начал со второго Вино Вино один, вино два, вино три И домино А я Пятишестилетние мысли О бренном И также о вечном Воплотил в размер Маленькой книжечки В связи с этим Вспоминаю историю Я в середине 70-х Работал в Казани В татарском производственном Швейном объединении По выпуску мужских костюмов Я Хотел сказать костюмом Нет, фигуры не стандартные А корреспондентом На территориальной газете Швейник Вот я проходил курс Молодого журналиста Я был единственный мужчина В этой головной фабрике И в редакции Одновременно И когда мне говорили Там Иди в цех номер 5 И возьми интервью Там у швеи Тухватулиной То я понимал Что я иду на Голгофу Я значит Шел с закрытыми глазами Потому что все швеи Бросали работать сразу Когда я входил в цех Единственный мужчина Пришел И так Смотрели на меня Швея Тухватулина Ее наряжали с утра Чужой 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 Да Мужчина Одна Швея Тухватулина Его наряжали с утра Ей уже пошитая Я там задавал Три глупых вопроса Она давала Три молчаливых кивка И опять уходил Под прицелом И обстрелом Этих разных Шикарных глаз И как-то значит Вдруг всех швеи Сняли с работы В середину 70-х В красный уголок-то запихали Я пришел С громадным блокнотом С карандашом Значит На сцену вышел Такой старичок Бодрый Вынул из кармана Что-то похожее на блокнотик Изрядно замусоленный Он так потряс И сказал швеем Так вот сказал Маленькая книжечка Швеи так кивнули Как они привыкли Отвечать на вопросы Я единственный Сказал Маленькая А в этой книжечке Вся правда О Великой Отечественной войне Сказал он Это была Читайская конференция По книге Леонидовича Брежнева Малая земля Это вот тебе Когда я увидел Эту свою книжечку Я сразу понял Маленькая книжечка А в ней И все Не продолжал Нет В отличие от Лектора общества здания В 75-м году В 76-м Я могу сказать Что в ней Еще есть диск Сиди диск На котором Ироническая поэзия В исполнении автора Сопровождение Неплохих композиторов Типа Вагнер Стравинский Кто там еще был Рахмайнов по-моему Ну хорошие такие Нормальные крепкие композиторы Которые как это заявили Так что Чтобы я так сказать Вы не на сухую Пошли наслаждаться Продукцией Николаевича И вашего покорного услуги Давай Николаевич Споем еще песенку Догорает сигарета В память о тебе Вот честно сказать Это мы не договаривались Так Федаль кто-то ломает Ты начинай Я догоню Я буду начинать Столько Пока ты не догонишь Немедленно Нагорает Сигарета Пальцы жжет Много В пепельницы Вбитых тараканов В одной комнате Давно вода течет Дай-то Бог Чтоб хоть текла Она из корабля А вот и нет Видать что Верхний мой сосед Утопился Если брать Размер потёка Так и капает Шестой десяток лет Может с запада А может и с востока Серебристый малый рыб Юно-избойная пара жла Лишь торчат в трясине Зыбкой два потерянных крыла И тик-так Тик-так Титаник Лёг на дно Спокойно жить Да мопик Всё манит Манит Хочет переворожить Да мопик Всё манит Манит Как заманит Так обманит Манит 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 Отвалился Штукатурка Вот где нам По стене Размыты Трещины Змеятся Это ж только с виду Вроде бы стены Это ж только с виду Хочется смеяться Да горает сигарета Пальцы жжет В голове от тараканов Тесна вода Тихо копыт Года И жизнь течет А вода Она ни в чем И она вода Серебристый малый рыб Да юность Буйная Парашла Лишь торчат В трясине Цыпкой Два потерянных крыла И тик-так Тик-так Бутильник Не захочет Разбудить Где ж дружок Мой собутильник Чтоб напиться И забыть Чтоб напиться Биться 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 Будь Будь Спасибо.